Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, главный архитектор Якутска Ирина Алексеева. А говорить мы будем, конечно же, о проектах общественных пространств. Ирина Дмитриевна, здравствуйте! Здравствуйте! В пяти городах Якутии, помимо участия в главных выборах страны, жители как раз-таки выбирали лучшие проекты общественных пространств, которые должны уже реализоваться именно в этом году. И все это проходит как раз в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. А именно об этих проектах, об основных, за которые голосовали, и об активности граждан мы сегодня и поговорим. Когда только стало известно о том, что будут реализовываться какие-то проекты, уже было на тот момент известно, что жители очень активно принимают участие. И даже, возможно, были какие-то рекордные цифры. Помогло ли это в дальнейшем, то, что совпало главные выборы страны, как раз-таки с рейтинговым голосованием по этим пространствам? На самом деле, это впервые вообще в России такое мероприятие проведено. Вот буквально ночью я смотрела прямой эфир Министерства Стратегистовской Федерации, где Андрей Владимирович Чебис, замминистра, рассказывал о том, как прошло рейтинговое голосование в городах России. Миллионы человек принимали участие. И, конечно же, я думаю, этому способствовало то, что такой торжественный день, день выборов президента России. И активность жителей была очень высока. Вот по вашему мнению, насколько будет эффективна и востребована именно такая форма реализации, как бы граждане сами принимают участие и выбирают, что самое немаловажно, тот проект, которым первым пойдет как раз-таки на формирование своей комфортной среды? Впервые, как я уже сказала, вообще в России такой проект стартовал в части того, что жители сами должны определять, какие же территории являются наиболее приоритетными. То есть задача сначала отобрать территории, потом уже по ним начинать прорабатывать какие-то определенные проекты и реализовывать их. То есть здесь как раз задача услышать людей, их мнение, что наиболее важным считают жители в тех или иных городах. И именно эти территории обустраивать, а не как раньше, например, когда власть принимала сама решение и уже людям давала готовые решения. Здесь сегодня активность и гражданская активность людей. Это та позиция, которую Министерство России сейчас по всем городам России рекомендует занимать вообще в части формирования комфортной городской среды. Давайте, конечно, и поговорим немного о именно вот этих восьми проектах, за которые вчера могли жители голосовать. Что это за проекты? Коротко о них можно рассказать. В целом по республике в пяти городах проводилось рейтинговое голосование. Конечно же, это город Якутск. Наши крупные города с населением более 20 тысяч человек. Это Мирный, Неринги, Алдан и Ленск. В городе Якутске мы на рейтинговое голосование вынесли 8 проектов. Рейтинговое голосование стояло из двух этапов. Первый этап – это вообще сбор предложений. У нас в сборе предложений приняло более 35 тысяч горожан. И более 116 территорий было предложено жителями города Якутска, как территории, которые необходимо реализовывать в первую очередь. Общественными комиссиями в городах отбирались уже те территории, которые набрали наибольшее количество предложений. И в городе Якутске это 8 территорий. Основные территории – это, во-первых, крупные площади. Например, такие общественные пространства, как площадь ворота Якутска. Это абсолютно новое пространство, о котором мы чуть поговорим, наверное, позднее. Это те территории, которые мы в прошлом году начали. Их надо завершать большое общественное пространство «Бульвар Учителя». Очень интересный проект «Скверт Тружников тыла» за кинотеатром центральным. Все жители ждут реализации этого проекта. Также большие территории были предложены абсолютно новые. Это набережное озеро Сайсары. По нему мы работаем в рамках программы, в которую мы попали. Это 40 городов России, по которым разрабатываются ключевые общественные пространства. Вторая территория – это «Сквер молодежи». Это очень большая территория в районе улицы Красильникова, напротив ГСХ. Абсолютно понятно, почему люди голосуют, потому что «Сквер молодежи» – это то, что направлено для молодых. Ну и есть маленькие территории, например, роллерная трасса в селе Хатас и «Сквер землеустройство». А также тоже достаточно интересный проект – это открытие сквозного проезда по улице Кирова с благоустройством прилегающей территории. Ну, Ирина Дмитриевна, уже есть какие-то цифры, может быть, итоговые, может быть, промежуточные, и не именно по Якутску, может быть, и по нашим городам какие-то уже? – Итоги уже все подведены. Общественные комиссии работали допоздна. Я вот знаю, что, например, такие города, как Ленск, Алдан и Мирный набрали где-то порядка 9 тысяч голосов от своих горожан. В городе Нерингре где-то 16 тысяч человек проголосовало. В городе Якутске проголосовало порядка 40 тысяч человек, 39 тысяч там какие-то цифры. Ну и понятно, что вот по нашему положению, например, в городе Якутске люди могли голосовать за 5 общественных территорий. Почему, кстати, за 5? Ну, это было положение, то есть любой город, орган местного самоуправления разрабатывал свои положения в этой части. То есть, исходя из возможностей муниципалитета, сколько можно реализовать на те суммы, которые мы получим из федерального республиканского бюджета, вот эти территории определялись именно членами общественной комиссии. Тем не менее, я понимаю, будет один победитель. Или сразу 5 по порядке чередностей? На самом деле, победителями являются все территории. Вот вообще, что такое приоритеты? Это те территории, по которым мы должны... Это здесь очередность просто голосовать. Да, здесь ранжирование, определение ранжирования. То есть, какая территория наиболее приоритетна, на нее, конечно, больше акцент будет и большее количество денег выделено. Вот такая задача поставлена. И из этих 8 территорий, но, в принципе, практически все проекты будут реализованы в 2018-2019 году. Ну, вот как раз-таки о проекте «Ворота Якутска». Он и с самого начала привлек, опять же, очень большое внимание. Вот как вы думаете, почему? Не связано ли это с тем, что он же в районе аэропорта будет находиться? Потому что приезжают жители, предположим, других населенных пунктов. И вот при выезде, да, или при выезде из аэропорта, въезде в город, сразу какая-то новая территория, очень красивая. Ну, проект, конечно, был неожиданным для многих жителей, потому что люди привыкли, что надо благоустраивать центральную часть города. Многие спрашивали, например, почему в аэропорту, почему так далеко, кто туда будет ездить и кто будет пользоваться. На самом деле, лично я считаю, как главный архитектор города, что общественные пространства вообще надо делать во всех районах города. И, конечно, когда мы говорим о таком пространстве, как площадь «Ворота Якутска», эта территория нацелена именно на имиджевую политику республики. Проект имеет свою историю. В 2012 году город Якутск проводил архитектурный конкурс на обустройство въездного знака города Якутска. И была выбрана именно эта территория, привокзальная площадь будущая, то есть это пустырь перед зданием аэропорта, при въезде в аэропорт и при выезде. Проект выиграл молодой архитектор Геннадий Попов, и работа была направлена на Международный архитектурный фестиваль зодчества в 2013 году. И к всеобщему нашему изумлению этот проект выиграл грант при Международном архитектурном фестивале. Очень высокая оценка жюри, члены жюри, самые известные архитекторы в России, и в том числе и международное участие было. Все единогласно отметили, что этот проект представляет собой качественную современную архитектуру, то есть небольшие и малые архитектурные формы, а там у нас предполагается арт-объект в виде надвратной башни города Якутска, который будет выполнен из латунных труб со светодиодной подсветкой. Поэтому тогда еще глава города Якутска С.Н. Сергеевич Николаев обещал, что этот проект будет реализован в будущем, и в 2015 году город Якутск разработал проектно-сметную документацию. То есть этот проект сегодня максимально готов. По пожеланиям жителей в этом году, когда возможность появилась действительно что-то начинать по реализации этого проекта, мы организовали общественное обсуждение, и очень много жителей участвовало у нас, и очень отрадно, что приняли участие именно активные молодежь. Именно они предложили организовать на этой площади территорию для тех молодых людей, которые любят заниматься экстремальными видами спорта. У нас там будет, планируется, во всяком случае, организация специализированной экстрим-площадки. Это разные сооружения, где дети могут заниматься, кататься на скейтах, на роликах, на велосипедах. В зимнее время это могут быть даже сноуборды, можно проводить различные соревнования абсолютно разного уровня. Мы добавили туда еще и территорию для детей младшего возраста. Понятно, появится зона отдыха и большая территория, где можно проводить абсолютно разные многофункциональные мероприятия и республиканского, и городского, и окружного характера. Действительно, на нашем канале показывали этот проект. Он действительно интересный, красивый. Как вообще будет осуществляться финансирование проектов? По какому принципу? Финансирование в этом году акцент сделан именно на общественные пространства. Почему вообще рейтинговое голосование именно по общественным пространствам? Значит, средства уже распределены через Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия. Город Якутск получает 50 миллионов из средств федерального республиканского бюджета. Остальные города, 4 города, получают по 30 миллионов. И на эти территории, естественно, сегодня ожидание и нашего Минджикха, и Минстроя Российской Федерации, что в городах появятся обустроенные современные общественные пространства. А софинансирование из городского республиканского бюджета предусмотрено? Это софинансирование, да, каждый орган местного самоуправления решает сам. Конечно, и у нас в городе Якутске средства заложены. Например, такие территории, по которым мы в прошлом году уже начинали работу, а именно, допустим, бульвар учителя, у нас заложены средства на какую-то часть второго этапа. По скверу тружеников тыла мы хотим поблагодарить водоканал, которые выступили спонсорами этого проекта. И они действительно тоже в этом году планируют продолжить софинансирование, как и в прошлом году. Но по другим территориям тоже у нас есть, например, набережное озеро Сайсары. Мы предполагаем в этом году начать благоустройство дворов, которые прилегают к этому озеру. Потому что проект очень большой, он вообще запланирован на пять лет. И первое, с чего мы должны начать, это разработка проектно-сметной документации. Сегодня силами консалтингового бюро «Стрелка», кстати говоря, принимали участие и наши архитекторы. Это проектная компания «Восток плюс», молодые архитекторы. Разработали замечательный дизайн-проект. По нему нужно разрабатывать проектно-сметную документацию. А вот части реализации первого этапа мы планируем начать именно с дворов в Каландрашвили 115, 117, 119, где покажем примеры обустройства современных дворовых территорий. Елена Дмитриевна, хотелось бы, конечно, о сроках поговорить. Одно из условий проекта было в том, что в этом году должны быть реализованы именно эти все проекты. И насколько мы готовы успеть в срок? Ведь у нас же определенные условия климатически суровые. Опять же, какие-то временные рамки сокращают. Насколько мы успеем вовремя? Когда появятся уже какие-то первые пространства у нас? Вообще опыт показывает, конечно, что за один год невозможно вообще реализовать проект от начала и до конца. Сегодня готовы реализовывать проекты те города, которые вели предварительную работу. Например, прошлогодний опыт показал, что лучшим субъектом по России стала, например, Республика Татарстан, которая два года проводит очень широкую разработку дизайн-проектов, привлекает профессиональные сообщества архитекторов. И благодаря этому в прошлом году, например, в Татарстане было реализовано очень много качественных общественных пространств. Мы перенимаем этот опыт, поэтому в городе Якутск мы проводим разные воркшопы, приглашаем экспертов и международного, и российского уровня, постоянно проводим конкурсы для наших архитекторов. Поэтому те территории, которые мы вынесли, они, конечно же, могут быть реализованы только с тем условием, что по ним, как я уже сказала, например, по воротам Якутска проведена большая предварительная работа. Что касается тех территорий, которые, например, вообще не проработаны, например, сквер молодежи, по нему понятно, что люди хотят в этом году. Вот то, что они попали в рейтинговое голосование в 8 территорий, это говорит о том, что мы начнем заниматься этой территорией. То есть нужно будет еще раз проработать дизайн-проект очень детально, выходить уже на разработку проектно-сметной документации и постепенно реализовывать. Спасибо вам за участие в нашей программе. Надеемся, что все проекты мы увидим, они все будут радовать не только жителей и гостей нашей республики. Я напоминаю, что мы сегодня говорили с главным архитектором Якутска Ириной Алексеевой, говорили мы о проектах общественных пространств. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех событий, не переключайтесь. Продолжение следует...